Вопрос к вам, как к настоящему эксперту по 24 часам Лимана. Как вы оцениваете результаты последнего суточного марафона? Для Audi они были фантастическими. Это была особенная гонка по многим причинам, одна из которых смертельный инцидент, стоивший жизни Аллану Симонсону. Все мы были очень огорчены. Вы были обеспокоены скоростью Toyota на начальной стадии гонки или были уверены, что все закончится победой Audi? Ни в одном аспекте жизни, а уж тем более в автоспорте, нельзя быть уверенным на 100%. Toyota по неким причинам не показывала большого потенциала на тренировках и в квалификации, но у нас были некоторые подозрения на их счет. Они знали, что делали. Это большой концерн с огромными спортивными традициями. И в гонке они действительно заставили нас попотеть. Они были очень сильны, всю гонку были лишь в круге от лидера. Это была очень сложная борьба для всех трех экипажей Audi, особенно для победителя. Вам нравится работа стюарда Формула-1? Вы понимаете, что в зависимости от вынесенного решения вас будут ненавидеть болельщики той или иной команды? Ненавидеть — плохое слово. Конечно, мне нравится эта работа, а то я бы ее просто не делал, ведь я не обязан быть стюардом. В целом решение ввести гонщика-стюарда было очень хорошим, и оно было позитивно воспринято всеми в Формуле-1. Лично я хотел, чтобы отношения между стюардами и гонщиками с их командами стали лучше. Нужно было показать, что мы четко следуем правилам, и это в интересах всех. Если кто-то специально или не специально нарушает, ты должен вмешаться. Иногда мне жаль человека, против которого я принимаю решения. Но Фиа указала, мы не должны думать о том, кого наказывать, мы просто должны выполнять свою миссию. Самое важное — ходить к людям и объяснять им, почему принято такое решение. Лично у меня никогда не было проблем с командами и гонщиками. Я четко объяснял им свои решения, и они их принимали. Это позитивный момент. Какова ваша стратегия как стюарда? Вы сторонник жесткой борьбы на трассе или нет? Я понимаю, о чем вы. Надо отметить, что стюарды не создают правила, мы их только применяем. Знаете, когда вы сидите дома перед телевизором, то можете размышлять, мол, вот это был хороший момент, а это нет. Но на самом деле есть строгие правила по поводу того, что позволено, а что нет. И мы работаем над тем, чтобы эти правила были еще более понятными для гонщиков, чтобы они могли четко знать, где грань. Не должно быть серых зон. Надо сказать, что мы уже достигли прогресса в этом вопросе, и работа продолжается. Все ради того, чтобы гонщик мог достигать в грани в 99%, но не в 101%. Пространства для интерпретации правил не так много, так что мы отнюдь не решаем, стоит ли давать гонщикам в борьбе больше свободы или нет. Это зависит от самого создателя регламента, а мы лишь следим за тем, чтобы его не нарушали. Что вы думаете о введении в следующем году штрафных очков в Формуле-1? Я был участником группы, которая предложила и развила эту схему. Я считаю ее хорошей. Понимаете, в конце года бывают ситуации, когда предупреждение для пилота уже ничего не значит, он ничего не теряет. Поэтому гонщики могут стать более агрессивными и меньше уважать правила и соперников. Штрафные очки — это очень хорошая система. Одну-две ошибки можно сделать не специально, случайно. И система будет наказывать тех, кто регулярно выходит за рамки, а не тех, кто редко что-то делает не так. И хорошо, что баллы переносятся на следующий сезон.